Отмыть историю. Архитекторы взялись восстановить бывшую духовную семинарию и развенчать ее легенды. Места хватит всем. У социальных учреждений Благовещенска строят автопарковки. В очередь за свеженьким. В амурской столице стартуют ярмарки выходного дня. Какой из них много лет назад помогла создать бычья кровь, знает Кристина Слепцова. Первый душ за 133 года. На полную помывку бывшей духовной семинарии, ныне второго корпуса Дальгау, потребуется два месяца. Снимают следы минувших десятилетий слой за слоем не только водой, но и деревянными дисками. Они не повредят вековую штукатурку. Покрытие перенесло обстрел 1918 года и сохранилось на 90%, как остались в памяти архитекторов и легенды о самом здании. Здесь, конечно, много всяких ходит легенд, их подземные ходы и так далее. Но этого здесь ничего нет. Кому идти семинаристам подземный ход? Проще пешком дойти, чем откопать подземный ход, а потом, как говорится, здесь будет заживо похоронен. У нас не те грунты, чтобы они держали. А кирпичную кладку, ну извините, семинаристы до 18 лет, они просто не способны это выполнять. Подземного хода в семинарии не было, зато был подвальный этаж. Его, вопреки порядку, считали четвертым в трехэтажном здании. Замуровали после революции, но оконные арки видны до сих пор. Они и основания сделаны из красного кирпича. Цвет он приобрел благодаря бычьей крови, которую добавляли в цемент. Не удалось сохранить старинные окна. Их заменили на металлопластиковые с ламинацией в цвет дерева. Окна исторические, которые простояли больше ста лет и пришли в негодность, были сложности при демонтаже этих оконных блоков, потому что они по специфике своей, поисторически, закладывались достаточно крупные блоки, а потом обкладывались кирпичом. Несколько окон мы сохранили, сейчас они подлежат реставрации, и потом передадим их в музей. Первозданный молочный цвет зданию вернут с помощью тепло и морозоустойчивой извести. Работы завершат к сентябрю. На них потратили 10 миллионов 600 тысяч рублей. Субсидии Минсельхоза России сообща добились руководители Дальгау и региона. В будущем году, если получится, отреставрируют задние и боковые фасады. Сохранение культурного наследия – сохранение своей памяти. Мы можем приводить массу примеров, когда в тех или иных странах преднамеренно уничтожается культурное наследие другого народа. Например, Косово, когда взрываются храмы средневековые, уничтожается культурное наследие. Наша задача – сохранить. В ближайшие дни начнется реставрация еще двух исторических зданий областного центра. Первозданный вид обретут бывший магазин братьев Платоновых, товары для дома и здание на Пионерской 33. Раньше там располагалась аптека Сулимирского. Обновленный вид территории возле 11-го лицея совсем скоро заметят его ученики. Родители школьников оценят ее новый функционал. Возле учебного учреждения начали сооружать парковку. Ради нескольких десятков машиномест пришлось пожертвовать деревьями. Обо всем подробно наш корреспондент. Грести землю лопатой – дело нехитрое. Сложнее было корчевать тополя. 23 многолетних дерева педагогам и ученикам жаль. Но парковка лицею была остро необходима. По утрам возле него не раз случались аварии. Отсутствие места для разъезда и стоянки авто для работников учреждения – больной вопрос. Насчет парковки, чтобы она была возле нашей школы, мы мечтали давно. И в этом году наша мечта осуществилась. Даже вы не можете представить, какой это было для нас неожиданностью. Порой возле нас не только припарковаться, но и остановиться очень было трудно. А сейчас, на 1 сентября, я думаю, что будет в радость не только припарковаться, но и безопасно высадить своего ребенка и отправить в лицей. Под стоянку пустят участок длиной в 71 метр. Ширина составит 5. Свободно разместиться смогут около 30 машин. На обустройство потратят 4 миллиона 300 тысяч рублей. Оно на этом участке будет комплексным. Укладка тротуара будет из плитки в количестве тысячи квадратных метров. И будет леерное ограждение, чтобы дети не переходили в проезжую часть. Очень сильно разгрузит улицу Амурску в этом районе. Потому что в час пик здесь практически невозможно проехать. Работы подрядчик планируют завершить до 10 августа. Уже на следующей неделе закончат сооружать парковки возле инфекционной больницы. Их будет две – 45 и 40 метров в длину. Осталось уложить второй слой асфальта и поставить бордюры. Трудоемким выдался первый этап работы. Пришлось ломать и углы, и профиль всего дорожного полотна. Чтобы вода уходила со всего полотна, чтобы она не стояла. В районе парковок создан один поперечный уклон, односторонний уклон. В сторону зеленой зоны, чтобы вода уходила из парковки и из дороги. Если сделать двухскатный профиль, тогда вода встанет на парковке. В общем, на этой неделе обустройство стоянок велось у инфекционной больницы, 47-го детсада, 4-й детской поликлиники, 26-й школы и 11-го лицея. Всего за сезон город обретет полторы сотни новых машиномест. Их и тротуары сделают на 44 участках. Потратят 119 миллионов рублей. Наталья Бернацкая, Кристина Хасуева, Андрей Белый. Программа «Город». И в продолжение строительно-коммунальной темы. Благовещенский ремонтирует один из самых аварийных участков городской теплотрассы. Порывы на небольшом отрезке трубы на улице Мухина несколько раз лишали тепла целый район. От Мухина до Новый между Северной и Октябрьской. На трассе уже около 30 лет. Она, естественно, изгнила. Мы за последние два года на этой трассе порядка пяти порывов устраняли. Поэтому было принято решение поменять ее. Диаметр, в принципе, тот же самый. 108-я труба. Меня подлежит замене где-то порядка 90 метров. Перекапывать улицу зимой, а именно в это время года случается наибольшее число порывов, больше не придется, надеются коммунальщики. Работу по замене теплотрассы на Мухина они выполнили на четверть. Ведут ее частями, чтобы не мешать автомобилистам. Проезд по четной стороне открыть должны уже сегодня. Далее рабочие переместятся на нечетную. Там также нужно заменить трубы и врезать их в колодец на Октябрьской. У нас амурская коммунальная система сегодня работает в центре города, на трех участках, тоже на квартальных сетях. Поэтому меняют. Стратегию в этом периоде подготовительном мы выбрали такую. Заходят в крылья, если неудовлетворительно, не меняем кусочками, меняем весь участок сети. Всего в этом году в планах от капиталей 3,5 километра теплотрассы, в том числе 10 участков внутриквартальных сетей. Прогуляться по искусственному льду, что символизирует амур, и виртуальной стройплощадке мостового перехода в Китай. Интерактивные возможности посетителям подарит павильон при Амуре на Восточном экономическом форуме. Власти региона подробнее рассказали о презентации. Всем известный Албазинский острог в этот раз трансформировали в современный дата-центр. Внутри него на его светодиодной стене представят сведения о переработке газа. Посетители смогут найти на сенсорной платформе желаемый дальневосточный гектар, а также пропустить любой свой проект через льготный калькулятор. В необычной форме представят крупнейшие достижения области и ее инвестиционные проекты. Мы акцентируем внимание на таких объектах мостовой переход, потому что мы тоже считаем, что это проект интересный, который запускается в 2019 году, и это не может не вызывать интерес у потенциальных инвесторов с точки зрения создания складов временного хранения, транспорта, логистических комплексов и других сопутствующих производств и логистических проектов. Историко-культурная часть павильона расскажет посетителям о сотрудничестве Амурской области и провинции Хэлудзян. К его монтажу приступят 1 августа. Напомним, Восточно-экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября. Беспилотники будут ловить нарушителей ПДД. На охрану безопасности движения по Амурским дорогам Росгвардия и полиция направят сразу несколько дронов. Пробные полеты возле поста ДПС на въезде в город выполнили два. Госавтоинспекторы получили данные о дорожной ситуации в режиме реального времени. Передали их на стационарный пост. Предполагается, дроны пустят на преследование нарушителей до момента их встречи с инспекторами ДПС. Как часто будут устраивать патрулирование, где и сколькими беспилотниками, правоохранитель не сообщает. Но эффективность метода уже удалось доказать. С беспилотными летательными аппаратами показал свою эффективность. С помощью беспилотника удалось выявить нарушения, связанные с движением по обочине и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Планируется, что работа по выявлению нарушителей правил дорожного движения с помощью беспилотников будет вестись на постоянной основе. За безопасностью отдыхающих на городских водоемах следят спасатели. С начала купального сезона они спасли уже пятерых. К счастью, на ряде не взялись неподалеку от спасательных вышек. Отдыхающие в других местах рискуют понапрасну. Городские власти снова настоятельно просят горожан отдыхать только в специально оборудованных зонах. А еще не заходить в реки и озера пьяными. Можно не рассчитать силы или получить тепловой удар. Не допускать слишком активных детских игр в воде. Не кричать во время отдыха в шутку. Не заплывать далеко, чтобы не попасть в водоворот. Элементарные правила помогут сохранить жизнь. Если ЧП все же произошло, нужно звонить в Единую службу спасения. Ее номера – 01 и 112. Не рискуя жизнь, используя для здоровья и пространственного мышления, проводят будни воспитанники лагеря «Огонек». Территорию учреждения превратили в площадку для городских соревнований по ориентированию. По состязации решили 60 ребят. Легко ли им дались поиски КП в лесистых сопках, узнаете в ближайшие минуты. Пять, четыре, три, два, один. Виктор! На перегонки к победе. Припустила ребятня 8-10 лет. Младшая группа состязаний включила отнюдь не начинающих спортсменов. Каждая из двух девочек, восьми мальчиков, состоит в клубе по спортивному ориентированию. На эту 800-метровую трассу Вадим Садовой вышел впервые, но за плечами год тренировок и состязаний. Все четыре КП нашел быстро. Сегодняшняя трасса показалась мне легкой, потому что у нас, в общем-то, обычно шесть КП, а сейчас было четыре КП. И три из них было очень легко найти. Одно КП было в кустах, но это нам не помешало. Таким турнирам мешает еще и дождь. Состязания шли два дня. Первый спортсменам подпортила погода, хотя соревновались они в свободном ориентировании. Сами выбирали, где расположить контрольные пункты. Сегодня их задали организаторы. Найти их предстояло ребятам от 8 до 18 лет. Их разбили на пять возрастных категорий. Каждой выделили свою трассу. Максимальная на 4 километра. Скорость прохождения не учитывали. Важно лишь соблюдение правил. Главное из которых – не трогать обозначающие КП флаги и не уносить компостер. На местности, во-первых, нужно уважать спортсменов и ни в коем случае контрольные пункты не забирать. Бывали ситуации на тренировках, не на соревнованиях, когда участник увидел контрольный пункт и думал, что его нужно взять с собой, как грибы собрать в лесу. Свои трассы в итоге успешно прошли почти все. Не нашлась лишь пара контрольных пунктов. А еще бегуны не срезали трассу. Например, делая все проколы путевого листа на одном из КП или просто захваченной из дома иголкой. В профильной смене «Огонька» поучаствовали те, кто хочет связать свою жизнь со спортом. Кристина Слепцова, Александра Симоненко, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Сегодня пятница 13-я. Ее боязнь психотерапевты считают фобией и призывают лечить. Это касается тех, кто не рискует даже выходить на улицу. Просто оглядываться по сторонам этот день вынуждает всех суеверных людей. Во что они верят и чего боятся в любую другую дату, узнаете прямо сейчас. Ну, обычно говорят, если женщина стирает белье и идет дождь, значит, муж гуляет. Если дождь идет и бульки большие отпрыгивают, как фонтанчики, значит, это будет долгий, затяжной дождь. Вот. И будет очень тепло. Да, бывает, не накрасила, встретила знакомых, как всегда. Ну, вот, не накрасила, с вас встретила. Когда я опаздываю, очень долго едет автобус, да еще и на всех остановках, да еще и постоянно на красном светофоре останавливается. Постоянно, вот просто на каждом перекрестке светофор останавливается, останавливается. Помыла окна и пошел дождь. Повешала белое белье, выстиранное от белины, и пошел дождь. Это стопудово уже. Моя единственная примета – защита от дурака. Ну, вижу, когда человек, если такой неадекватный, руки за спину, и все. Новый праздник, День российского футбола, может в скором времени появиться в календаре. Очередить дату предложил депутат Госдумы Единороз Дмитрий Белик. Фракция инициативу поддержала и сегодня вынесла на рассмотрение коллег. Отмечать День футбола, если поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах России примут, станут 22 октября – в день рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина, единственного из отечественных голкиперов, удостоенного золотого мяча и признанного лучшим вратарем 20 века по версии FIFA. А в эти выходные благовещенцы отметят День семьи, любви и верности. Во второй раз. Общегородские гуляния в прошлое воскресенье, напомню, пришлось перенести из-за дождя. Впрочем, праздник на Ротонде не единственное, что можно и нужно посетить на выходных, подробнее расскажет наш анонс. В 10 часов утра субботы в конном клубе «Алюр» стартует фестиваль «Мы славяне». Гостям покажут верховую сказку «Три богатыря», покатают на лошадях и фаэтоне. В полдень на площади ОКЦ выставят самые оригинальные и шумные авто. В 16.00 горожан приглашают в сквер АУДНТ. В рамках празднования 160-летия области свои таланты покажут вокалисты и танцоры из Белогорска. В 17 часов в горпарке начнутся состязания по пляжному волейболу, а часом позже – семейное гуляние на набережной Амура. В воскресенье Благовещенский автодром примет соревнования по автомноговориум. Шестой его этап – старт в 11.00. В 18.00 открытую тренировку на набережной устроят ушуисты. Там же родители смогут записать детей в секцию китайской гимнастики. В эту субботу стартует и сезон сельскохозяйственных ярмарок. К 10.00 на площади Ленина расставят 222 прилавка. Все торговые места фермеры разобрали еще на старте приема заявок. Продавать будут, как обычно, овощи, молочные изделия, мед, мясо и колбасы – все амурского производства. Чаще, чем год назад и в больших объемах обещают возить местную свежевыловленную рыбу и продукты ее переработки. На участие в ярмарках выходного дня заявились фермеры 14 районов при Амуре. Работать рынок под открытым небом будет каждую субботу с 9 до 16 часов вплоть до 13 октября. Гости фестиваля кино и театра «Амурская осень» в этом году смогут посетить музей памяти Александра Тихомирова. Его организуют в мастерской живописца на Пионерской, 14. Помещение решением администрации города и Минкульта передали в безвозмездное пользование Краевическому музею. Его работники наведут там порядок. Но рабочую обстановку мастерской постараются сохранить в первозданном виде. Вещи Александра Тихомирова опишут и оставят на местах. Самое главное это все, что хранит память об этом человеке, в том числе и его личные вещи, в том числе и академическая мантия, в том числе и его велосипед, на котором я вот прям видела, как он едет в свою мастерскую. В том числе и удочки. Он был охотник, он был рыбак. Вещи и творческие труды мастера кисти общим числом в пять с лишним тысяч экземпляров презентуют в рамках фестиваля «Амурская осень». После этого музей будет работать на постоянной основе. Героиня нашего следующего сюжета свое творчество в ранг искусства не возводит. Благовещенка Анастасия Буслова мастерит броши и заколки для души. Выполненные в технике канзаши они используются в традиционных китайских и японских нарядах и прическах. Сложно ли мастерить украшения? Узнаете прямо сейчас. Нам понадобится лента шириной 2,5 см, ножницы, зажигалка или свечка, пинцет. Можно пользоваться косметическим или специальным. А также клеевой пистолет или обычный клей-момент. С таким арсеналом брошь и заколку можно сделать за 20 минут. Дольше ленту выбирать. Анастасия Буслова взяла по моде в крапинку. Нарезала на 26 отрезков, каждый в 7 см длиной. Их нужно сложить в лепестки и опалить. Несложный процесс девушка захотела освоить после выставки «Аллеи мастеров» 4 года назад. Я пришла домой, полезла в гугл, посмотрела, как это, что делается, попробовала. У меня получилось. Я начала делать кому-то для друзей, для себя. Тогда у меня еще был длинный волос, поэтому я могла сделать себе резинки, заколки, ободки. Заколки и ободки в технике канзаши можно мастерить из-за классных лент или тканей. Важный нюанс – количество рядов лепестков. Их с помощью клеевого пистолета можно делать сколько угодно. Главное, не меньше трех. Мы закончили первый ряд и переходим ко второму. Клеим лепесточки между двумя предыдущими в первом ряду. Невеликий труд для Анастасии – медитация. Мастерить брошки она любит так же, как вязать. За спицы берется в холодное время годом, летом – за лентой и клеевой пистолет. Получившиеся подарит подругам или родственникам и получает презенты в ответ. Для семьи это, наверное, хороший выход в плане подарков на всякие праздники, на Новый год, день рождения. Так как мне можно подарить сертификат в магазин рукоделия. С какого-нибудь отпуска мне можно привезти материалы, ленты. С пряжей тяжелее, там нужно подбирать. В основном мне привозят ленты, всякие серединки, стразы. Тратятся рукодельницы на заколки и ободки. Крепят к ним ленточный венок опять же с помощью клея. На него садят и любую милую взору сердцевинку. Готовая заколка служит хозяйке бесконечно долго, если она аккуратна и не попадает под дождь. Мария Селезнева, Анастасия Никитина, Денис Лугов, программа «Город». И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Желаю отличных выходных. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин